В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. Нечейный дом. Почему от пятиэтажки в Рыбном отказались все управляющие компании? Вышли на федеральный уровень. Инициативу Николая Любимова поддержали в Нижней палате парламента. Полянская обитель. Как животные в местном приюте начинают новую жизнь? Как быть, когда от дома отказались все управляющие компании? Кто будет держать ответ в случае прорыва трубы или обрушения облицовки? Жители одного из домов, поселка Рыбное по улице Юбилейной в таком подвешенном состоянии живут уже полгода. Кто там кому и сколько должен, выяснял Валерий Седов. Там парная. Это, мягко сказать, живописное место, подвал жилого дома в городе Рыбное. В поколенно затопленном помещении летают комары, а сами жители и коммунальщики спускаться сюда не хотят категорически. Правда, этих самых работников ЖКХ здесь не видели с ноября прошлого года. Прямо перед приходом зимы от дома 11 по улице Юбилейной отказалась управляющая компания. Вот свет не было. Звоним. Мы вас не обслуживаем. Звоните туда. Мы вас не обслуживаем. Звоните туда. Вчера звонили насчет отопления. Дали три номера нам. Звоним туда-туда тоже. Кому обращаться? Полный подвал воды. Тепла нет сутки. Горячей воды с декабря. Фраза «Мы вас не обслуживаем» для жителей звучит уже по-больному привычно. Поэтому и ремонтируют все сами. Так, например, выглядит электрощитовая. Дверь не закрыта, поэтому и иногда здесь ночуют люди без определенного места жительства. И это пугает местных. Тут может и ребенок любой просто сойти, вот так отодвинуть и тут все под напряжением. Когда у нас недавно свет отключался, нам пришлось вот перемычку мы делать. А это уже соседний подъезд. В пятиэтажке их всего два. Здесь вскрыты полы и срезана часть металлических труб. Идет ремонт. Естественно, своими силами. Мы находимся в подвале, где проходит канализация и вода. Вот мы делаем канализацию, чтобы у нас уходила вода с унитазов, с туалетов и с рукомонников. Все полностью. Трубы все поржавели. Все. Мы меняем пластмассовые трубы. Сергей Картушин сейчас помогает всем жителям. Кому свет починит, кому канализацию пробьет, раковину отремонтирует. Все на свои деньги, потому что у управляющей компании ответ всегда один. Мы вас не обслуживаем. Жалобу писали в прокуратуру. Прокуратура ответила то, что обратилась в рязанская служба по содержанию жилья. Они сказали, пока принимается решение. С временно исполняющей обязанности главы администрации Рыбного Галиной Михайлицей мы пообщались по телефону. Ответ обескуражил. Оказывается, управляющая компания у дома все-таки есть. По закону провели конкурс аж целых два, ибо дом никто брать не хотел. И, мол, согласно постановлению правительства под номером 1616, дом передали в руки единой управляющей компании. Там от него шарахаются, как черт от Ладана. Я замдиректора. Я вам хочу сказать следующее. Этот дом не включен в лицензию управления многоквартирными домами управляющей компанией «Единая УК». Я не знаю, почему все обращаются к нам. Да, был прецедент. Но это не законно. Мы протестовали данное постановление. Дома не включены в лицензию. Поэтому управлять мы ими не можем. У нас даже нет такого права. Власти города настаивают на решении вопроса в правовом поле. Пишут жалобы на управляйку в различной надзорной инстанции. Найти житейского компромисса пока не могут. Нужен юридический. Я считаю собственникам целесообразно обратиться в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области, поскольку этот орган является региональным органом исполнительной власти, который осуществляет контроль и надзор за эксплуатацией жилищного фонда, а также за соблюдением соответствия жилищного фонда установленным техническим нормам и строительным правилам. Ответственность, как шарик для пинг-понга, сегодня скачет от одних к другим. Сейчас мяч на стороне жилинспекции, которая пока молчит. Хотя развязывание таких вот коммунальных клубков – их прямая компетенция. Комментировать ситуацию по телефону чиновники этой структуры нам не стали. Попросили официальный запрос, и мы его направили. Только вот в подвале Рыбновского дома по улице Юбилейной воды все больше. Жители по-прежнему чинят все сами. И за свои деньги. Но терпение уже на исходе. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. К другим темам. Инициативу рязанского губернатора Николая Любимова по созданию Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации получила поддержку на федеральном уровне. А некоторые из списка позиции антикризисных мер от рязанских предпринимателей прямиком попали в общий перечень мер господдержки бизнеса. Импортозамещение для Рязанской области в списке антикризисных мер – безусловный приоритет. В регионе уже запущен свой центр со своим персональным подходом. Ежедневно здесь буквально тет-а-тет с бизнесменами обсуждают вопросы логистики, закупки сырья, оборудования и комплектующих. Впрочем, одной только областью инициатива рязанского губернатора не ограничилась. Николай Любимов выступил за создание Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации Центральной России. В парламенте страны его активно поддержали. То, что делает Любимов, абсолютно идет в русле правительственных мер поддержки, но имеет очень важный региональный аспект. Мы прекрасно знаем, что только стыковка федерального центра и регионов может дать необходимый эффект. Объединение по импортозамещению в совершенно верном нынешней ситуации вижу большую перспективу в тех наработках, которые предложили коллеги из Рязанской области, которые сегодня обсуждаются и очень активно обсуждаются на федеральном уровне, как в органах исполнительной власти, так и в парламенте. Основная идея – создать на базе местного реестра единую базу данных по предприятиям всех соседних регионов. Межрегиональная ассоциация Центров импортозамещения и кооперации обещает стать прямым продолжением федерального проекта Минпромторга. На площадке уже работающей биржи заказчики тоже формируют заявки на приобретение промышленной продукции, запчастей и комплектующих. Впрочем, на региональном уровне передовое импортозамещение заработает впервые. Я готов лично связываться с каждым из губернаторов соседних областей и приглашать включаться в работу Межрегиональной ассоциации. У нас потому что общие экономические вопросы, проблемы и их решения гораздо эффективнее искать и находить также вместе. Совместный мозговой штурм власти и бизнеса уже привел к появлению списка из 200 предложений. Часть из них уже вошла в общий перечень первоочередных мер федеральной господдержки. Остальные Николай Любимов твердо намерен реализовать на региональном уровне. Ситуацию с безнадзорными животными в области пугающей обострилась. Участили случай оставления домашних питомцев прямо на улице. Всех их собрать одновременно людям с большими сердцами вряд ли под силу. Но они пытаются. Один из таких приютов навестила Марина Романюк. В этом вольере у нас несколько лет жил пират. Он прям настоящим другом был, своему хозяину. Хозяин у него умер где-то на улице. И он несколько дней не подпускал к телу ни скорую, никого. Еле-еле с МЧС получилось вывезти хозяина и забрать собаку сюда, в этот приют. Но в прошлом летом пират у нас умер. Он уже был очень старенький, ему было больше 12 лет. И он умер от сердечной недостаточности у меня на руках. История приюта началась в 2016 году, когда на базе отдыха в Полянах добрые люди арендовали вольер для бездомного пса. Потом к этому псу подселили еще одну собаку. Потом еще одну. Построили новый вольер. Пяти вольеров нам хозяин базы разрешил здесь организовать приют. И все вот это, все, что здесь, это строили одни женщины. Крышу только некоторые перекрывали мужчины. Поэтому все тут такое немножко неровное, некрасивое. И постепенно, постепенно она доросла до такого масштаба. Татьяна доброволец, как, впрочем, и все остальные, причастные к существованию приюта. Она доучивается в медицинском, уже работает терапевтом. А пару лет назад из своих сокурсников создала волонтерское движение. Доброволецы приезжают помогать в уходе за обитателями этого местечка. Совсем маленькие щенки отправляются на придержку по домам, тоже к добровольцам. У них еще есть шанс найти хозяина. А вот у взрослых ребят вряд ли. Найда у нас, ну, где-то в год попала сюда. Сначала никого не любила, мужчин всегда прихватывал зубами. Да и меня сначала очень не любила, всегда лаяла. Потом мы ее забрали домой, она пожила год. Ее выкинули. И мы очень тяжело ее нашли. Нам там звонили, вот собака похожая на эту. Ну, в общем, мы ее опять сюда забрали. И сейчас она стала такая ласковая, прямо сама не своя приехала. Уже всех любит, совсем не обнимается. А недавно у нее нашли рак кожи. Вот удалили. У нее тут вот шрамик. Найдочка. Вот тут вот болит теперь немножко. А это любимица абсолютно всех – Грета. Она беспородная, но ее бывшим хозяевам вздумалось купировать ей уши и хвост, а затем выкинуть на улицу. К счастью, ее нашли и привели сюда, в приют. Здесь она проявляет все свое обаяние и демонстрирует ласковый характер. Это Семен. Он живет здесь с еще нечего возраста. Он такой большой и обнимательный. Его все любят, но забрать такую большую собаку никто, к сожалению, не может. Все эти ребята привиты, стерилизованы, за их здоровьем и благосостоянием тщательно следят. Как и за жизнью тех счастливчиков, которые нашли своих хозяев и дом. Создатели приюта очень серьезно относятся к судьбе всех своих подопечных и хотят быть уверены в том, что собачки или кошки попали в добрые руки. Кстати, забирают обитатели не только рязанцы. Недавно щенка отправили в Финляндию. Он у нас высидел карантин, и мы его отправили. Очень многие животные живут в Германию, в Канаду, в США, в собственные дома, в собственные огромные квартиры. Мы им даже завидуем. Сегодня здесь проживает 35 взрослых собак, которые уже вряд ли найдут хозяев. Они живут благодаря добрым сердцам волонтеров и людей, которые жертвуют корм и деньги. Около 20 маленьких щенков на передержке. Они ищут дом. Информацию о таких ребятах регулярно выкладывают добровольцы в своих социальных сетях. Помочь им может каждый из нас. Помните, что такой потерянный или брошенный пес станет преданным и верным другом. В Рязани вновь радует покупателей выставка продажи икра и рыба Камчатская. Ежедневно рядом с прилавком образуется очередь. Ведь рязанцы с нетерпением ждут возможность купить и полакомиться дарами дальневосточного края. Ароматы копченой рыбки словно магнит притягивают рязанцев к мобильной ярмарке икра и рыба Камчатская. На этой неделе возле торгового центра «Премьер» вас вновь радует Камчатская рыбная изобилие. Белорыбицу. Мне очень понравилось, поэтому я за ней пришла. А помимо белорыбицы еще что-то брали? Ну, конечно, брала. Брала еще чавычу. Тоже очень вкусная. А какую рыбу вообще любите? Расскажите. Все вкусные рыбы. Лидер продаж, по словам продавцов, чавыча. Эта рыбка не только чрезвычайно вкусная, но еще и очень редкая. Ее улов регулируется специальными пунктами российского законодательства. Чавычу ценят за отменные вкусовые качества и набор полезных свойств. Белорыбица тоже популярна у рыбных знатоков. По своим вкусовым качествам она вполне может поспорить с чавычей. При этом белорыбица – жирный, но малокалорийный деликатес. Ну, во-первых, вот чавычу я все время беру. Она очень вкусная рыбка. И по сравнению, как у нас, еще какую продают, это лучше. Белорыбица, чавыча. Чавыча мне очень понравилась. Я своим всем сказала, наши все приезжали, все брали. Мы ждем их всегда приезда. Я белорыбицу купила. Я первый раз. Покупаю первый раз здесь. Наверное, приду немножко еще куплю. На выставке продажи также можно будет приобрести икру самого свежего вылова. Ведь ее незабываемый насыщенный вкус ценится среди гурманов. Рыбка на ярмарке икра и рыба Камчатская, что называется, на любой вкус и кошелек. Икру в баночках брать – это неизвестно что. Поэтому здесь хоть она открытая, между прочим, они все дают на пробу. Буквально все. Бупила белорыбицу и чавыча бабушку очень захотела. Я вообще люблю красную. А этот заказ был для бабушки. Успеть, приобрести и попробовать свежие, вкусные и любимые рыбные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом до 2 апреля. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» ждет вас. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Купить в Рязани кожаную куртку или дубленку на натуральном меху прямо из Финляндии, да еще и со скидкой почти 70% – реально. Такую возможность горожане получили благодаря гастролям ярмарки из Санкт-Петербурга. Она работает до субботы включительно. И это событие вам пропустить ну просто нельзя. В этом торговом зале нескончаемый поток посетителей. Это неудивительно, ведь всего несколько дней осталось до окончания работы ярмарки, качественной зарубежной одежды и обуви. Стоковая компания «Хорошая погода» реализует остатки коллекций импортных магазинов. В данном случае оставшиеся размеры финской верхней одежды и обуви распродают со скидками до 70%, что не может не радовать. Ведь за качественную вещь вы заплатите вдвое меньше рыночной цены. Климат Финляндии и климат России они достаточно похожи, и поэтому на российский климат такие вещи как раз и подойдут, как кожаные куртки демисезонные, так и зимние вещи, которые выдерживают от 15 до минус 45 градусов. Демисезонная одежда обработана специальным образом и предотвращает проникновение влаги и ветра. Модели продуманы до мелочей и созданы для того, чтобы вам было комфортно в любой ситуации. Представляю ваше внимание такую финскую кожаную куртку модели «Авиатор», у которой представлены специальные выточки для того, чтобы было комфортно ездить за рулем, ничего не сковывало в движениях. Также есть манжеты, очень удобно садишься, у тебя ничего сзади не подпирает, и спокойно можно поэтому ездить за рулем. Шесть карманов представлено, можно разложить все документы, и самое главное, карманы глубокие и вшиты вовнутрь, и поэтому снаружи ничего не будет торчать. Ну и, конечно, я думаю, самое главное преимущество – это подклад. Многие боятся носить кожу из-за того, что не бывает жарко. Здесь идет подклад вискоза. Дышащий материал, поэтому можно носить абсолютно в любые погодные слои. Самое главное, я считаю, это цена. В магазинах она стоила 24 тысячи, а сейчас представлено всего лишь 12 900. Комфорт повседневной носки дополнен изящностью и приятными ценами. С этой стороны идет замша, у нее идет специальная лазерная обработка. Делается для чего? Когда сумку, например, носите или в машине пристегиваются, она идет специально от затирания и от засаливания на ней. Здесь, кстати, смотрите, идет двухсторонний замок, то есть две молнии. То есть это делается для чего? В машине комфортно будет сидеть, когда сделали снизу, например, да? Вот. И, кстати, ее можно носить еще с двух сторон. Размеры разлетаются буквально на глазах, поэтому, чтобы не упустить возможность приобрести идеальную верхнюю одежду по сказочной для нынешнего времени цене, поспешите. Я иду из далекой улицы, вышла и на двери в подъезде висит реклама. Думаю, пойду-ка я перед работой зайду сюда. К весне что-нибудь себе новенькое купить. Ну вот, хорошее, приятное. И что купили? Купила курточку симпатичную. Ярмарка работает по адресу улицы Дзержинского, 24, между музыкальным училищем и магазином «Пятерочка». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 28 марта по 2 апреля. ТЦ Премьер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова